Таблица умножения, она же таблица Пифагора, таблица, где строки и столбцы заглавлены множителями, а в ячейках таблицы находится их произведение, используется для обучения школьников умножению. История Старейшая известная таблица умножения обнаружена в Древнем Вавилоне и имеет возраст примерно 4000 лет. Она основана на шестидесятиричной системе исчисления. Старейшая десятиричная таблица умножения найдена в Древнем Китае и датируется 305 годом до Н.Э. Иногда изобретение таблицы умножения приписывают Пифагору, в честь которого она названа в различных языках, включая французский, итальянский и русский. В 493 году Виктория Квитанский создал таблицу с 98 столбцов, которая представляла в римских числах результат перемножения чисел от 2 до 50. Джон Лесли в книге «The philosophy of arithmetic» опубликовал таблицу умножения чисел до 99, позволявшую перемножать цифры парами. Он же рекомендовал ученикам заучивать таблицу умножения до 25. Изучение В свое время введение заучиваемой наизусть таблицы умножения революционизировало устный письменный счет. До этого использовались разные хитрые способы вычисления произведений однозначных чисел, которые сильно замедляли весь процесс и служили источником дополнительных ошибок. В российских школах значения традиционно доходят до 10 умножить на 10, в Великобритании до 12 умножить на 12, что связано в том числе с единицами английской системы мер длины денежного обращения. В Советском Союзе таблицу умножения обычно задавали на лето после первого класса, а закрепляли на занятиях во втором классе. В российских школах чаще всего проходят во второй классе. По стандартам английского школьного образования таблица умножения должна быть выучена к возрасту 11 лет. Обычное представление, как найти результат по таблице умножения. Чтобы узнать результат произведения 4 умножить на 8 по таблице умножения, нужно найти четверку в левом столбце и восьмерку в верхней строке. Провести от 4 горизонтальную линию и от 8 вертикальную клетка, на которой линии встречаются, является произведением применения. Помимо широко известного применения классической таблицы умножения для выработки практических навыков умножения натуральных чисел, ее можно использовать в некоторых математических доказательствах, например, при выводе формулы суммы кубов натуральных чисел или получении подобного выражения для суммы квадратов. Обобщение, наряду с таблицей умножения, в некоторых случаях бывает удобной. Таблица сложения, таблица Кейли, таблица Кейли, в общей алгебре, таблица, которая описывает структуру конечных алгебраических систем с одной бинарной операцией, названа в честь английского математика Артура Кейли, имеет важное значение в дискретной математике, в частности, в теории групп, в которой в качестве операции рассматриваются умножения и сложения. Таблица позволяет определить, является ли группа обеливой, найти центр группы и обратные элементы по отношению к другим элементам в этой группе. Высшие алгебры таблицы Кейли могут также использоваться для определения бинарных операций в полях, кольцах и других алгебраических структурах. Также они удобны при проведении действий в данных структурах, модулярная арифметика, все остатки отделения на натуральное число образуют кольцо, отделение на простое число, поле. Это иллюстрируется таблицами умножения.